Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, я сердечно приветствую всех в этот вечер, кто имеет возможность, желание быть сегодня в Доме Господнем. И поистине есть только одна личность на земле, которая по-настоящему может успокоить человеческое сердце. Независимо от того, что происходило в этом мире, на земле, в личной жизни, есть тот, который дает истинный мир и покой. Я предлагаю вместе с вами открыть Библию, Евангелие от Матфея, 11 глава, и прочитаем три последних стиха, 28, 29, 30. Евангелие от Матфея, 11 глава. Слова Господа Иисуса Христа. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё лёгко». Дорогая церковь, дорогие братья и сёстры, чаще всего, когда мы слышим этот текст Священного Писания, мы называем это призывом или евангельской проповеди Иисуса Христа. И чаще всего мы отсылаем этот стих к людям, которые ещё, может быть, приближаются к Господу, либо стоят вдалеке от Иисуса Христа. Но если вдуматься, вчитываться внимательно в контекст этой всей главы, то мы видим, настолько глубокий этот текст, который обращён сегодня не только имеет призыв прийти к Иисусу Христу, но эти три стиха, которые мы с вами прочитали, они имеют не только приглашение Иисуса Христа, но и повеление – это взять что-то, взять иго Христа, и приглашение в Его школу научиться от Христа. И как результатом этих отношений, пребывания в школе Иисуса Христа, приходом к Иисусу Христу, будет обязательно результат. Вы найдёте покой душам вашим. Очень важно, чтобы понять Иисуса Христа, потому что Библия и Священное Писание, и слова Иисуса Христа – это логически, последовательно. Христос всегда говорил конкретным людям, в определённой конкретной ситуации для тех слушателей, которые окружали Его. И они имеют определённый смысл. И позвольте несколько минут уделить внимание, чтобы подготовить или почву такую для понимания этих стихов. У нас не будет сегодня времени, я только хочу остановиться на приглашении Иисуса Христа, и мы рассмотрим, что значит прийти ко Христу, что значит по-настоящему прийти к Иисусу Христу. Пусть сегодня очень много приглашений к Иисусу Христу в проповеди, в стихотворениях, в псалмах, но что есть по-настоящему прийти к Иисусу Христу? Ну, давайте мы немножко рассмотрим в контексте этой главы это приглашение Христа. Это, прежде всего, 11 глава начинается стихами о том, что Иисус Христос закончил наставлять, или окончил Иисус наставление 12 ученикам своим. То есть в какой-то момент Христос наставлял своих учеников, закончил это служение, эта часть, и перешёл оттуда учить и проповедовать в городах этих учеников наставление для 12, потом оставляет их и приходит проповедовать и учить в их городах, где эти ученики жили. О чём проповедовал и учил Иисус Христос в этих городах? Возникает вопрос. Евангелист Марк нам поможет, потому что второй стих этой же главы, 11, он повествует о том, что об Иоанне Крестителе, который находился в это время в темнице, и в котором тоже были вопросы об Иисусе Христе. Он посылает одних из двоих из учеников своих и спрашивает, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого у Иоанна был? Евангелист Марк тоже об этом говорит. Евангелист Марк раскрывает суть проповеди Иисуса Христа, о чём Иисус Христос проповедовал в городах своих учеников. И если мы посмотрим, обратимся к Евангелисту Марку, 1 глава, 14 стих, звучит так. «После того, как предан был Иоанн, о чём мы говорили сейчас, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, 14 стих, а 15 стих, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот в чём заключалась проповедь Иисуса Христа о приближении Царства Божия, призыв «покайтесь и веруйте в Евангелие». С 20 стиха, братья и сёстры, этой же главы мы находим особый момент, где Иисус Христос начинает укорять города, упрекать города. Очень важный момент посмотреть, братья и сёстры, что Христос не только проповедует, призывает людей, Он упрекает людей в этих городах. В чём упрёки? Обратите внимание, с 20 стиха несколько городов упоминается. Он укоряет города, в которых наиболее явлено было силы Его за то, что они не покаялись. Интересный подход. Христос говорит, вы ответственны. Вы ответственны за то, что вы слышали и видели. Сегодня мы не можем упрекать, например, город Нью-Йорк, город Вашингтон или другие города, Москва, Санкт-Петербург, потому что проповедуется Евангелие благодати Божией. Люди дадут отчёт. Но тогда, интересно, когда не было написано Евангелие, не было печатного слова, Христос каким образом проповедовал? Проповедует, совершает знамения, чудеса, исцеления. Люди видят. И Христос вправе спрашивает. Ваш ответ. Ваша реакция на мои дела, на моё слово, на мой призыв. И обратите внимание, в 20 стихе, 21 стиха, он упоминает «Горе тебе город Херазим, горе тебе Вевсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в тебе, то давно бы они в ретящей пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отраднивают день суда». 23 стих он упоминает город Капернаум. «И ты, Капернаум, до неба не взвешився, вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отрадни будет в день суда, нежели тебе». Почему Капернаума, он так упрекает и говорит, «Ты даже до неба вознесся был». В чём это выражалось? Просёстры Писания говорит нам, что Иисус Христос оставил свой город Назарет, и настолько Он хотел, чтобы здесь были явлены милость Божия, покаяние, спасение, чтобы Царствие Божие, которое Он проповедовал, люди приняли. Христос оставляет город Назарет и поселяется в Капернауме, и живёт там, и совершает своё служение. Давайте немножко кратко только вспомним, какие события происходили. Почему до неба ты вознесся, этот город Капернаум? Потому что там были особенные, явленные чудеса и события. Исцеление бесноватых неоднократно мы встречаем в этом городе Капернауме происходит. Мы встречаем исцеление слуги Сотника, помните? Это в этом городе произошло это чудо. Мы встречаем в Священном Писании, что в этом городе произошло освобождение дочери Хананьянки, помните, которую дочь была бесноватая, и Господь особым образом освободил это дитя, эту дочь Хананьянки. Исцеление расслабленного произошло в этом городе. Воскрешение сына вдовы и дочери Иаира произошло именно в Капернауме. И каждый раз, когда Христос совершал до неба, то есть людям небо открывалось, виделись силу и могущество Господа. Укращение бури, об этом говорится рядом, находился этот город. Чудесное насыщение народа пятью хлебами. В связи с этим городом упоминается, исцеление тещи Петра тоже произошло в этом городе. Сколько же нужно было еще являть чудес, сил исцелений, особой благодати изливалось для этого города. Поэтому Христос говорит, Сердце Христа, мы видим, оно опечалено, что люди не откликнулись на Его призыв, что люди не приняли благодать Божию, не приняли спасение Господа Иисуса Христа. Но Евангелист Матфей подмечает очень важную истинную. Христос вновь произносит, перед тем, как произнести вот эти слова призыва, Он не останавливается на том, что было сделано в этих городах. Но перед тем, когда Он снова произнесет приглашение к себе, Он говорит некоторые важные истины. И кто-то назвал эти слова торжественным вступлением к призыву или приглашению. Обратите внимание на 25 стих. Он как бы прерывает эту речь, обращение к городам, обличение после горя. Он обращает, знаете, как бы к Отцу Небесному. Происходит как бы краткая такая молитва к своему Отцу Небесному. Он говорит то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. А что же открыл младенцам или простосердечным, как детям? Что же открыто? И далее Иисус говорит о трех очень важных истинах. Перед своим вновь призывом, братья и сестры, немножко сложновато для понимания, вот подход такой, казалось бы, здесь он обличает города, а здесь он снова останавливается, обращается к своему Отцу Небесному, славит Его. И говорит, не все потеряно, мое служение продолжается, несмотря на то, что множество людей в этих городах отвергли мой призыв, не приняли Божью благодать. Еще есть время, еще есть возможность, Евангелие продолжает свою работу. Интересно, обратите внимание, он говорит о трех важных истинах. Первое, что он говорит, 27 стих, об абсолютной власти, которую он имеет Отца. Он говорит, все предано мне, Отцом Моим. Христос говорит о том, что у него власть. Отец передал абсолютно все. Он контролирует все в этом мире. Второе, о том, что никто не знает Сына, кроме Отца. И никто не знает Отца, кроме Сына. Он говорит об особых отношениях между Своим Отцом. Особой близости, особых взаимоотношениях со Своим Отцом. Это вторая истина. И третье, никто не знает, кому Сын хочет открыть Отца. В других переводах звучит, кого Сын избирает. Чтобы открыть Отца. Или кого Сын хочет открыть Своему Отцу. Здесь тоже показана глубокая власть Иисуса Христа. О том, что несмотря на то, что в этих городах было отвергнуто Евангелие, Христос говорит, я знаю абсолютно каждого человека. Я знаю тех, кому я открою этих людей Своему Отцу. Я знаю этих людей. Эти тексты Писания очень важны, братья и сестры, для понимания вот этого призыва Христа. Христос говорит о глубоком единстве, как мы уже отметили, со Своим Отцом. И для того, чтобы человек мог прийти ко Христу, должно быть обязательное участие Отца. В спасении человеческой души участвует, братья и сестры, Святая Троица. Участвует Отец Небесный, участвует Дух Святой, участвует Его Сын Иисус Христос. Итак, как правильно прийти к Иисусу Христу? В этих словах, мы видим, звучит 28 стих, первые слова «Придите ко мне». Братья и сестры, каждый из нас когда-то получал от кого-либо приглашение. Приглашение на день рождения, на семейное торжество, на бракосочетание, на какие-то другие события, приглашение на евангелиционное собрание, на конференцию, еще. Но приглашение Христа, которое Он делает, они имеют особые причины. Мы приглашаем для разделить, может быть, общение друг с другом, порадоваться. Может быть, это печальные какие-то мероприятия, события. Мы тоже приглашаем. Но причины, по которым Христос приглашает человека к себе, потому что Он знает, каждого человека, в каком состоянии находится сердце человека без Христа. Сердце человека ищет покой. Сердце человека ищет мира, ищет утешения, ищет любви. Христос знает, что без Него, без Отца Небесного, без Спасителя, человек одинок, человек погибнет, человек останется один на один с своими проблемами и своей пустотой в сердце. Поэтому Христос обращается, говорит, придите ко Мне. Все труждаешься и обремененные. Вот это слово, все труждаешься и обремененные, не относится к какой-то конкретной группе людей. Более глубже размышляя, вот в контексте общего призыва и общего и состояния человеческого сердца, это касается всех, братья и сестры. Нет единого человека, который бы не попадал в эту группу людей, кто бы не находился в этом состоянии без Христа. Человек без Иисуса Христа, являющийся этим труждающимся и обремененных. В других переводах звучит так. Все уставшие и все обремененные, все несущие тяжкое бремя своих грехов и забот. Вот так именно Священное Писание показывает сердце человека. Вот почему Христос, мы видим, его сердце преисполнено особой любовью. Но, несмотря эти города, отвергли благодать Божию и ожидать свое суда, Христос говорит, нет, я буду продолжать свой призыв, я продолжаю свой труд и служение. Что значит прийти ко Христу? В чем заключается с человеческой стороны отклик на этот удивительный, чудесный призыв к своему Спасителю? Первый шаг – прийти ко Христу, значит поверить. Прийти ко Христу, откликнуться на Его призыв – это значит поверить. Другого пути нет. Когда мы смотрим на события, которые происходили вот в Евангелии и в последующих, после жизни Иисуса Христа, мы смотрим, как этот принцип важен, он осуществляется. Давайте вспомним кратенько 16 главу книгу «Деяния апостолов». Помните, Павел и Сила проповедуют в Филиппах, избитые после своего служения, находясь в темнице, и там Бог особо явил милость свою, помните, где они были чудным образом освобождены, и когда стало это очевидным для всех, там находился один темничный страж, воин, человек суровый, который находился там. И Бог так коснулся его сердца через эти обстоятельства, что он задает вопрос, что мне делать, чтобы спастись? И он получает ответ – веруй. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Итак, первый шаг – правильно прийти ко Христу. Это поверить. Поверить в Иисуса Христа, что Он является спасителем личным, Твоим, Твоего сердца. Второй шаг – прийти, значит принять. Прийти к Иисусу Христу, значит принять. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, Иоанн говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьему. Недостаточно просто только верить, необходимо принять этот дар спасения, который Иисус Христос предлагает каждому человеку. Это практическая сторона – принять этот дар спасения. Следующий шаг – прийти, значит обратиться, обратиться от греховной жизни. Книга пророка Исаия, 1 глава, 18 стих, пророк говорит, «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелив, если будут красные, как пурпур, как волну убелив, братья и сестры, шаг за шагом открывается драгоценная истина, понимание, что значит откликнуться на призыв Христа. Придите ко мне». Прийти, значит обратиться, обратиться от греховной жизни. Следующий шаг – прийти, значит исповедать, Иисус Христос призывает всякого приходящего к Нему иметь открытое сердце. Невозможно быть спасенным, если ты скрываешь что-то, если ты боишься открыть Иисусу Христу свое сердце, свою жизнь, свои грехи, беззакония. В послании к Римлянам, 10 глава, 9 стих, написано так, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то спасешься». Исповедание включает в себе признание себя, своей жизни, своих грехов и признание Иисуса Христа как своего спасителя и Господа. Следующий шаг – прийти, значит, вкушать и жаждать. Иоанн, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих, Иисус сказал, «Я из хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать». Человек, который приходит к Иисусу Христу, он обязательно будет нуждаться, нуждаться в духовной пище, нуждаться в духовном хлебе, нуждаться в самом Иисусе Христе. Следующий шаг – прийти, значит, пить воду жизни даром. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут, и у реки воды живой». Прийти к Иисусу Христу, значит, иметь эту жажду, жажду духовной жизни, жажду Христа самого и Его благодати. Для того, чтобы прийти к Иисусу правильно, человек должен признать, что он принадлежит к этой группе людей, которые Христос назвал уставшие и обремененные. Придите. Это очень ясный и убедительный призыв. Просестры, приходилось ли вам кого-то приглашать? Приглашать ли в церковь? Приглашать ли, может быть, к себе в гости? Быть в качестве пригласителя? Согласитесь, не всегда это получается, не всегда это мы имеем успех, особенно это в деле благовестия, в деле, может быть, служения, когда мы, может быть, приглашаем где-то принять какое-то участие в служении. Вы знаете, когда мы смотрим немножко на призывы, которые звучали, не всегда далеко, не всегда люди откликались. Но мы видим вот Евангелие от Матфея, помните, 22 глава, есть там притча о брачном пире. Христос говорит, что Царство Небесное подобно человеку, который сделал брачный пир, и он посылает слуг своих. И там мы видим, встречаем, люди начинают отказываться. Это не просто, знаете, такой пассивный отказ, а слуг некоторых, написано, избили, некоторых убили. Но на этом этот человек, который сделал брачный пир, он не останавливается. Удивительный, братья и сестры, Царствие Божие, и то терпение, с какой любовью Бог продолжает приглашать людей к себе. Несмотря на опасность, он говорит слугам своим, идите, пригласите всех праведных и неправедных, праведных и грешных. Лука дополняет хромых, слепых, увеченных. И Лука дополняет, и убеждайте, или убедите, прийти на брачный пир. Братья и сестры, в этом показано вот сердце Бога. В этом показано сердце самого Христа. Он не просто пассивно приглашает. И сегодня, братья и сестры, Иисус Христос, Он приглашает, потому что Он знает, человеческое сердце без Христа будет пусто, потерянное, изнеможденное. В этих притчах, братья и сестры, показано сердце Бога. Придите ко Христу. И последняя мысль. Любое приглашение имеет определенный срок действия. Когда мы получаем пригласительную набракосочетание, чаще всего мы, наверное, может быть, многие я видел на холодильничке, магнитико мы приклеим, правда? Как-то мы видим, молимся за эту пару, и там есть дата, время. Приглашаем на такое-то число. Если мы отправимся на бракосочетание к Илюшке, нашему Богданцу и Ребеке, то мы опоздаем. Пир закончился вчера. Любое приглашение, я хотел бы, чтобы это слово краткое было услышано не только в этом зале. Любое приглашение имеет свой срок действия. Евангелие от Матфея, 25 глава, притча о десяти девах. Было время запастись маслом в сосудах своих. И был срок вот это время. И было время, когда невозможно было что-то исправить уже. И написано, и когда они пошли, то двери что произошло? Двери затворились. И когда Иисус Христос проповедовал на протяжении служения три с половиной года, к народу израильскому, особенно к городу Иерусалиму, то помните, Христос не просто скорбел, а глядя на город Иерусалим, Он тоже плакал. Как мы сегодня слышали о Его скорби о Лазаре, что Он сострадал и скорбел духом, то мы встречаем еще Христа не просто прослезился, а Он рыдал. И Он говорил, сколько раз я хотел собрать, как птица собирает птенцов своих, и вы не захотели. Посему оставляю ваш дом, ваш пуст. Придите! Это очень сильное слово. Потому что в Священном Писании, в книге Евангелия от Матфея, в седьмой главе, мы встречаем Иисуса Христа, не приглашающего. А в седьмой главе мы читаем 23 стих, Христос говорит, «И тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня». Трудно представить любящего, праведного, Христа, который умер за весь мир, тот, который продолжает свою особую работу. Он когда-то произнесет Его уста святые и произнесет это слово. Отойдите от Меня, делающие беззаконие. Дорогая душа, дорогие братья и сестры, те, которые находятся в нашем зале, те, которые с нами в прямом эфире, те, которые, может быть, будут слушать это слово. Приглашение, которое Христос сказал «Придите», оно имеет продолжение. Мы кратко рассмотрели, что значит правильно прийти ко Христу. Мы рассмотрели о том, что призыв имеет свое ограничение. Мы рассмотрели о том, что когда-то Христос скажет «Не придите, отойдите». Но в этих стихах мы видим особое благословение. Для тех, кто приходит ко Христу, Он предлагает взять с Его иго. Он приглашает в свою школу, чтобы научиться от Христа особым качеством быть кротким и сверем сердцем. И как результат пребывания в этой школе, приходящему, взявшемуся Его иго и пребывающим в Его школе, человек получает особое благословение, находит покой душам своим. Да поможет нам Господь быть Его учениками. Аминь. Приглашаю к молитве.